Господин Бахер, приветствую вас. Салам алейкум, салам алейкум. Спасибо большое за то, что вы нашли время. И сейчас много обсуждают тему Афганистана, особенно после саммита ШОС, особенно после саммита ВДКБ. Меня что впечатлило? Я с этого начну нашу беседу. Меня впечатлила четкая позиция Эммали Рахмона, единственного, по-моему, политика опытного и президента страны, который четко обозначил невосприятие власти в Талибане и объяснил почему. Вопрос не только в этнических моментах формирования правительства, а в целом в Талибане. И вот перед нашим интервью вы мне сказали одну очень хорошую вещь. Говорит, Андрей, никто не знает природы Талибана, никто даже не изучал историю Талибана. Что нужно знать, прежде всего, о Талибане, если мы хотим делать анализ ситуации в регионе? Вы знаете, много думают, что мы, наш президент так поступает, поддерживая наших сородичей в Афганистане. Но это неправда. Дело в том, что там живут и узбеки, и туркмени, и казахи, и киргизии. Хазарицы. Ну, те народности, которые в Центральной Азии живут, в Средней Азии живут, там представители всех этих народов в Афганистане. В Афганистане. Дело в другом. Дело в том, что мы один раз вот прошли вот этот этап. У нас была гражданская война. И именно с радикально настроенными исламистами. Понимаете? Вот эта война, с одной стороны воинствующий атеизм, с другой стороны радикальный ислам. И итоги этой войны, гражданская война была очень плачевная. Да, таджики через себя все это пронесли и видели ситуацию реальную. Да, вот именно. А вот талиби, они и раньше как-то для нас были угрозы. Мы всегда это чувствовали, когда первый раз они уступили власть в Афганистане. Мы отлично знаем, как они правили. Дело в том, что талиби, они специально созданы проекты. Они к исламу, к традиционному исламу, не имеют никакого отношения, к сожалению. Это смешанное, какое-то непонятное язычество с исламом. У них есть такой кодекс Пуштун-Вали. У пуштунов до исламской времена они соблюдали вот этот кодекс. Смесь язычества, традиции. Смесь язычества, да, и ислама, получается, как у монголов. Ясо был, он у них в своих законах, и эти тоже свои. Есть такая книга «Четвертая мировая война». Его автором является Александр Демаранж. Вот это Александр Демаранж говорит, когда я ездил в Америку поздравить Рейгана, когда он пришел к власти. Мы с ним поговорили, и он спросил, как бороться против Советского Союза. Ну, там объяснили, что надо расширить плантацию, маковую плантацию, и как-то вот добиться того, чтобы вся эта наркотика распространилась в Советской армии. И второе, против атеистов, прежде всего, сильно будут противостоять религиозные фанатики. Надо создаст школу, радикальную школу, и мы пришли к мнению, говорит, создали вот школу в Пакистане и назвали его «Хакани». Как раз это сразу после Джимми Картера, это начало 80-х годов, приходит власти Рейгана. Да, начало 80-х годов. Демаранж в 81-м году был советником президента Рейгана. Вот говорит, вот это, к сожалению, тогда, может быть, Советский Союз считался агрессором в Афганистане. Может быть, тогда им надо было что-то такого создать. Получается, генерическая основа была борьба за веру против атеистов. Атеистов. Но вы смотрите, они сейчас, вот эта школа «Хакани», до сих пор его не закрыли, хотя все ушли там. Единственная школа, которая готовит террористов. Вот, между прочим, там эту школу заканчивал и Мулумар, первый духовный лидер талибов, и вот Джавалуддин Хакани, основатель сета Хакани, террористической организации. Они все, вот, Хакани, если вы заметили, в нынешнем правительстве Афганистана, талибское правительство, там очень много имен Хакани под названием Хакани, они последователи сети Хакани и ученики этой школы. Из другой страны, там талибы, они приверженцы учения Девбанди. Девбанди, это создавалось еще в Индии, в городе Девбанд, против англичан. И для того, чтобы устрочить вот этих англичан, тогда их учили жестко воевать, вести себя жестко. Там отрезать головы, там средневековые такие религии. Там было такое. Потом же УАГ, когда в Пакистане поддержал их, они открыли школу. К сожалению, вот Девбанди, это тоже воинствующая школа. Она никогда, даже они с умеренными традиционным исламом не смирятся. Для них все это чужое, понимаете. Они только, как вам сказать, гнут свою линию. Они, их не учение превыше всего. Все должны их слушать. Я не понимаю насчет тех стран, которые как-то верят и поддерживают. Это мы сейчас к этому подойдем. Получается, природа была радикальная, создана против Советского Союза, еще раньше против Англии. И цель была ставить свои интересы. Потом американцы, условно говоря, использовали это в своих целях против Советского Союза. И вот Талибан на сегодняшний день представляет собой и пуштунов, и таджиков. Разные идеологии, разный микс. Мы пришли к тому... Учение одна. Религозное, радикальное учение, террористическое учение. А да, среди них есть и другие народности, но преобладают пуштуни. Об этом-то Имамалий Рахмана говорил, что правительство создано без учета этнического фактора. Имамалий Рахмана... Не экклюзивное. Рахмана, президент Рахмана на это акцент специально делает. У меня вопрос. Второй, собственно, вопрос, самый главный. А другие правительства, другие страны, это они понимают? Природу Талибана, они не понимают, к чему это может привести? Они понимают, либо свои интересы преследуют. Вот что происходит? К сожалению, я, честно говоря, смотрю на позиции вот таких крупных государств. Я не думаю, что они не знают. Они отлично знают. Но вы понимаете, это боль прежде всего будет чувство страны Центральной Азии, Средней Азии. Они далеко от нас находятся. Еще можно будет повоевать в странах Средней Азии и как-то их установить. Но они войдут в наш дом, понимаете, убьют наших людей. В первую очередь. В первую очередь. Они все являются, как говорится, партнерами. Надо же как-то вот учесть, например, интересы своих партнеров. Как-то надо так... Я не думаю, чтобы они не знали. Они вот такое движение, которое никогда не выполняют свои обещания. У них даже в религии это указано, что пока ты не схватишь власть, не захватишь власть. Вы знаете, когда приходили талибаны, у них вот интересная такая поступка была. Они входили в Улус-Вули, дарили всем Коран. Говорили, что вот вам священник, мы дарим вам священник Коран. У них тогда еще не было там оружия сильно там. Ну, поддерживали, конечно, некоторые страны, как Катар, Пакистан. Они простым людям говорили, Коран превыше всего или оружие. Люди, естественно, говорили Коран, не надо воевать, дайте ваше оружие и получайте Коран, живите мирно. Люди поддались этим аферам. А когда они завоевали, уже стали всех стрелять, уже было поздно, понимаете? Вахьяр, скажите, получается, что другие страны преследуют свои цели, да? То есть, понимая ситуацию, каждая пытается свои цели. Я думаю, что прежде всего, самая главная цель была, это как-то опозорить Америку, показать всем мире, что Америка никчемная страна. Хотя на самом деле их вывод был плановый, они знали, что делать. Да, я думаю, что и Америка здесь имеет свои цели, конечно. И до конца, если они не поняли, не понимают. Я согласен, кстати, с вами. Это очень сложная вещь. Я не знаю, вот сейчас теория хаоса, может быть, сработала. Америка сделала так, что такой головной боли для Китая и России. А Россия, Китай и Пакистан как хотят ситуацию в Афганистане? Для России, Китая и Ирана присутствие США в Афганистане было нежелательное. Но они не понимают, что талибы хуже еще, еще хуже, чем эти американцы. С них можно еще как-то договариваться. Здесь вот получается так. Для того, чтобы показать миру, что Америка никогда не поддерживает своих партнеров, Америка может сдать своих там сторонников, оставить их один-один с этими проблемами. Если мы так посмотрим, да, вроде бы так и есть. Россия, Китай и Иран первым делом хотели как-то опозорить Америку. Они еще давно договаривались с талибаном. Это корни уходят в 90-е годы прошлого века. Да и сейчас переговоры тоже с талибанами. Да, ведутся, да, тайные переговоры сейчас уже стали явными, конечно. Ну, ведутся, да, такие переговоры. И второй интерес, естественно, экономический интерес. Если вы помните, после того, как талиби захватили Кабул, была встреча премьер-министра Пакистана с Россией. Там договаривались о каком-то газопроводе, там, и что Пакистан там покупает какое-то иное количество вакцины. Там потом речь шла о покупке вооружения России. Были такие эти. А здесь, конечно же, сильно сотрудничают Пакистан и Китай. У них очень огромные планы. Да, шелковый путь общий. В Афганистане, да, это одно шелковое путь очень много стоит. Но, понимаете, вдруг появилась в Панчере львенок Амад Масуд, и он перепутал всем карте. Это, собственно, мой последний вопрос. Что дальше? Сын Масуда активен. Я вижу, таджики некоторые его поддерживают. Оппозиция его поддерживает. Сегодня было для посольства Афганистана. Видел портрет Ахмадша Масуда. То есть это символ сопротивления. Символ такого демократизированного, светского, в какой-то степени, Афганистана. Кто может поддержать? И будут ли поддерживать сейчас сопротивление извне и внутри? Самая большая его поддержка – это народ Афганистана. Дело в том, что Масуд, он не говорит только от имени таджиков. Он выступает от имени всего афганского народа. И к нему примкнулись и пуштуньи. За 20 лет, когда находилась Америка в Афганистане, не все было права. Туда появился интернет. Многие вышли из школы этого интернета. Вестернизация. Да, вестернизация или урбанизация. Люди стали более понятливыми. Уже они не хотят назад вернуться. Разум появился. Да, из средневековья. И уже почувствовали вкус свободы, современности сейчас. У них самое главное – мышление изменилось. Понимаете? Вот эти люди, они находились в шоке, когда талии пришли. Это была большая афера. Мы знаем, что многие провинции продавались напрямую. Потому что коррупционные государства, власть, которая находилась в Афганистане, к сожалению, так поступили. А многие, даже и пуштуни, и таджики, и узбеки, и многие генералы, которые считались очень известными в Афганистане, к сожалению, так поступили. Из-за денег. Народ был в шоке. Все подумали, что все, талиби захватили. Но народ, когда пришел в себя, они стали выйти. Сейчас каждый день и в столице Афганистана, в Кабуле, и в столицах провинции каждый день выходят на демонстрации. Там в демонстрации у них несколько лозунгов. Это один из главных лозунгов против Пакистана. Я видел, да. Второе, поддержку женщин. Самое главное, основное число из этих митингующих, они женщины. Это говорит о чем? Говорит о том, что Афганистан уже не средневековая, не прошлая. А Афганистане есть силы, которые хотят нормально жить и совершать свои судьбы сами. И Масуда они поддерживают? Масуда они поддерживают. Почему? Потому что Масуд является очень умеренным мусульманином. Он за образование, за свободу женщин. Он за ту власть, которая инклюзивнее власть, где участвовали все племена и народности Афганистана. Это самое главное. И весь мир его поддерживает. Весь мир его поддерживает. Почему? Потому что он борется за справедливость. Для него, я не думаю, что после того, как народ Афганистана будет поддерживать, даже мне непонятно, как будет вести себя Иран, Китай и Россия. Когда у Талибана, я надеюсь, что в скором времени они почувствуют, что нельзя управлять государством только своими бородами. Это сложно. Здесь должны быть специалисты, которые во всех направлениях смотрели как-то... Знают государственное управление. Такого у них нет. Бахтиер, спасибо за интервью. Вы с вами можно разговаривать еще часа 3-4. Вы так все рассказываете. Я думаю, это не последнее наше интервью. Так как ситуация в Афганистане явно только начинается все. И мы с вами будем это все анализировать. У вас большой опыт. Вы главный редактор официальной, скажем так, газеты правительственной, трибуна народа. Партийная. Партийная, партийная, трибуна народа. И я пожелаю успехов, пожелаю уверенности, силы. Вы прошли многое. Я думаю, что и пройдете и длительные другие испытания, если они будут, ничего страшного. Это геополитика. Здесь всегда все меняется в лучшую или иногда в худшую сторону. Успехов вам. Спасибо большое. Огромное.